Давай-ка. Думаю, что да. Это полегче будет, да? Да, правильно рассуждаешь. Селядок бедил. А вот голубой мигает, может быть, воспользоваться этим. А может быть, наоборот, так же, как здесь, розовый закинуть. И создать вот ту картинку. Посмотри, если там тебе нравится эта идея, то можешь так же поступить. Либо чуть-чуть голубинка, либо чуть-чуть розовинка в белый. Опять же, подойдешь к картинке и посмотришь. И полностью с лякотью белил заполнить. Хорошо? Да, давай так. Распределительно красочку. Мало краски убоить, разжижить. И тогда будет что распределить. Немножко весковато, хотя в некоторых местах мало. Ну, и полосат из нас уже не нужна. Перемолоть. Плотной фигушкой распределите. Ну, в общем-то, распределиваю. Что? Вот здесь сухо, да? Здесь сухо. Что можно добавить? Можешь вот так ливануть. Вот так, чуть-чуть. Теперь укладываем деревца второго плана. Вот тот план. Голубой, коричневый. Будет такой сероватый цвет, который нас, собственно, и интересует. Но там есть и легкая розовиночка. Поэтому плюс розовиночка. Никакой цвет. Почти серебро, да? Ну, как, собственно, там. Вот такими действиями. Макательно-моделировательно создашь зигзаги. Зигзаги растения. Смотрится растением вдали, в тумане. То есть я не только макаю, но я подштриховываю. Подштриховываю. Появляется идеечка множества. Которая потом будет перекрыта. Я сейчас сделаю то, что будет потом. На маленьком фрагменте. Которая потом будет перекрыта уже веточками и листиками. переднего плана. Посмотрите, что делается. Это красивенько? Угу. Вот они. Маханьки. Лепесточки. Вот они. Ну, это чуть потом. Сначала то, что сзади и более мутно. Потом будет то, что вблизи. Потом к этому прибавятся стволы. Готов. Бель-бель-бель. Будет интересный ресурс. Белилами. Мы будем вытворять вот такие штуки. Вот эти дырочки между. Дырочки между. Мы их чуть-чуть вот так белильцами будем запускать. Раздавливать. И у нас сиятельный эффект от раздавленности. От раздавленности сформируется. Это могут быть облака. Это могут быть просто небо вот такое с белизной. Ну, вот появятся еще вот такие дырки. Они тоже усложнят касание темного к светлому. Что будет красивенько. Деревца, прежде чем нарисовать темнотой, сначала ты их царапинкой создашь. И ты видишь, что несмотря на то, что это всего лишь царапина, у нее хорошая конструкция. Деревца любят вот такую царапинку. Вместе с веточками. Чуть-чуть и веточки. Чтобы ты еще на этапе царапок, а царапка безопасна, в отличие от густой краски, которую ты могла бы сейчас положить, царапка не даст никакой порчи. Потому что царапку тут же можно. А если ты густякину положишь краски, уже потом проблема. А так ты нацарапала себе этих сюжетов. Нацарапала этих веток. Вот, посмотри, что делается. Красота? Царапай. И белое попробуй вот тоже раздавливать и льно. А царапины потом? Ну, с синюками. И уже в рамки этих царапин будешь вгонять. Царапины даже где-то могут чуть-чуть приостаться. При этом даже где-то чуть-чуть приостаться. И будет ощущение еще большей круглости. Правда? Будет как бы свет и тень. Посмотри. Прикольно же так? Давай так. В этом месте рука парализована. Вот рабочее состояние мастихина. Жальце. Жало. Рабочее жало. Любые действия именно из этого положения. Когда нам нужно сделать царапину жесткую, это другое дело. И то вот так. Как будто ногтем. в общем, вот положение мастихина. Хорошо. Он и так прекрасно. А так мы спорные. Желтенький соседний политик. Конечно, конечно. Видишь ты какие деревья симпатичные. Мастихина. Значит, кроме движения по стволу, существует еще движение по цилинду. При том, что здесь по стволу все нормально, потому что это коряжистое. Но можно еще и вот так поступить. Вот так. И это задает настроение уходящего туда ствола. Появляется на это настроение сразу. То есть ты кладешь, кладешь, кладешь. А потом практически создаешь штришочком идею уходящего в перспективу цилиндра. Тоже хороший аспект. Там, где очень светло, можешь опять царапнуть, чтобы мигание света произошло. Потом на это место понагнетаешь уже светленькие проявления. То есть почти рыженькие. Такой солнечный мотив. Но сначала продресс создай. И прямо сверху на продресс. Потом запустишь вот эти мигалочки. Сверху на продрессе. Хорошо? Вот оно. Дряное, да. Можно его сбрить. Замусолить это пятно. Вернуть туда белый. По нашей уже имеющейся схеме. Раздавить этот белый. И уже царапать деликатенькую веточку. Чтобы деликатенькую веточку царапать, надо взять краску. Сначала испачкать кисть. Испачкать кисть. Вытереть. Застрить ее таким образом. Взять малую меру на кончик. И уже с кончика вытянуть тонюсенькие. Логично? Давай так. К користости. Хорошо? Вот это наконец набери. Тоже возьми трепуленцию. Возьми ее розочкой. И прямо припачкой. Припачкой. Хорошо? Вот так. Потом плюс густота. То, что ты верхним слоем полностью затмила нижний слой. А там есть силуэт нижнего. И как бы отдельно немножко. Особняком силуэт дальнего. Ближнего. Дальнего и ближнего. Ну вот всюду сплошная теперь зелень. При том, что она там есть. Но не в такую уж меру. Давай вернем в картину. Вот эту размазанную мутату тех дальних. Так все хорошо шло. И ты вдруг забомбила все. Да еще и одинаковостью. То есть ты уже упростила себя задачу до вот такого. Угу. Просто затыкивание. Не моделирование. Я. Мозочного. Да. Некоторого. Мозочного. А просто стояла. Понимаешь? То есть уже даже на картинку не смотрела. Ну понравилось рисовать листики. Ну там же есть это. Второй план. Который. Мутин. Но сейчас уже к сожалению не будет он так голубоват красиво как был. Вот я сейчас даже выхватывал и то стало лучше. Правда? А то один сплошной передний план. Заткнувший весь дальний. Ой. Жалко. И силуэт. Так. И я бы посмотрел у соседней картинки. Смотри. Вон там. Темные места. Вот. Их бы прямо подсмотрел. Только красок нет. Сожалею. Старайтесь содержать краски на холсте. Потому что вам чуть нечем работать. И я же подхожу. Так вот. Ну здесь можно. Ну тоже не хватает. Слишком уж одинаковая работа. То есть чуть где-то напряженнее. Вот прямо вот создать такой кустичек. Может быть вот так поступить. Прикольно? Угу. То есть акцентное произошло, да? Появились темности, очерченности. Причем из-под теневых очень выгодно всегда звучит свет. Поэтому вот допустим, внятная теневая, можно из-под нее мигнуть, активно мигнуть светом. И дерево в этом месте особенно различимо его присутствие на переднем плане, а не на дальнем, да? Допустим, здесь между ними взять и посадить пару звуков. Тоже смотри, как они сюда сразу посмотрели. А вот этим бы деревцам я как раз дал бы мутный характер вот тех дальних настроений. Согласны, да? Угу. Чтобы они все были, держали свои планы. То есть уходящие туда вдаль. Вот, можно там водичку, кстати, посадить, если хочешь. Типа моречка, а? Как ты не против? Угу. Море. Ну, я посадим туда. То есть я густотой краски и звуковный, Нарочитой лежачестью. Даль моря это лежачая среда, то есть там за бугром, даль моря со своей рябью колебаний. Нарочитой лежачей рябью колебаний. Вот мы эту рябь демонстрируем. Плюс свет, который бьется тут всюду, создает на море идею заек. Моречка. Ну только теперь перекроешь его чуть-чуть. Можешь в том числе и какую-нибудь веточку достать и даже пустую веточку без листика, посохшую. Тоже будет прикольно. Вот там есть, тоже стоит подметить, тенистый характер вот этого пятна. Там он тоже есть. То есть мастетином можно наиграть идею какой-то симпатичной местности, рельефности. И вот своей тряпочкой, как ты здесь делала, некоторую фактурку задашь почве. Можно некоторую дать тряпиночку. Смахивает. Вот, просто седина. Есть, да, уход такой? Ну и поскольку у нас там два человечка, я начну, ты продолжишь. Ну или попробуй сначала все эти вещи сама, а потом я покажу, как подойти к человечкам. Ну, по-моему, весело стало, да? С маличком. Ну, такой средней темности. Не самую, не самую темную ни в коем случае. Так. Дяденька. Тетенька. То есть он темен и касается земли. Поэтому если мы пятно, касающееся земли, наберем, ничего ужасного не произойдет. Его голова чуть наклонилась к ней. Она темновата по отношению к заднику. Силуэтная. Несмотря на то, что она в белом. И рыжеватая головочка. Теперь можно, когда мы такую... Ты помнишь, сначала мы сделали просто следочек. То есть мы не ставили сразу темноту. Мы сделали следочек, который легко поправить. Когда мы увидели, что соразмерно этот следочек звучит, соразмерно всем остальным, мы начали немножко дополнять его темнотиками. А теперь можем усилить до чернот. Вот таким нехитрым способом можно отделить. Можно вырезать. А ее, например... Светом сзади... Она сразу в пространстве. Она же у нас в белом, но на фоне светлого. Поэтому мы сделали ее несколько сиреневатой темной. А теперь, когда мы отделили, оно вроде как все уравновесилось. Плюс, некоторая возня этих растений. Теперь берем небольшую кисточку и уточнительно сработаем. В общем, на самом деле, я вам скажу, что с этими фигурками дело не самое сложное. Надо просто положить себе среду обитания. Может быть, не такую сложную, а попроще среду обитания. И один рабочий день, так сказать, надо посвятить расследованию идеи фигурок. То есть, буквально их порасследовать, рассуждать. То есть, нарисовали, стерли, вернули пространство, опять нарисовали. То есть, буквально поизобретательствовать. У меня одна девочка так поступила, и у нее теперь эти фигурки вылетают. Она тоже дает уроки, и она теперь горе не знает с фигурками. А это прикольно. Это красивенько, и людям сразу нравится. То есть, не обязательно прямо вычерчивать все. То есть, есть какая-то приблизительность, там чуть светлее, там чуть темнее. Мужчина славен воротничком белым. Он сразу такой интеллигентный становится. Манжетиком белым. Ну, а женщина платьицем. Промежно не лишку светится. Все-все-все. Вот этот цвет, он же ногу приподнял. Нет, цвет откуда? Там же у нас море. Это у них там свет. А у нас-то там море. Ну, море светлее чем он. Он в черном, а море... А у него здесь явно светлее чем здесь. Нет? Нет, ну, я согласен. Опять же, тебе обязательно нужно, чтобы я вот это закрасил. А вот мне не обязательно было нужно. Это интересный момент. Что вот художник часто эти вещи более небрежно решает. Вот ему не нужен четко очерченный. Ну, ладно, раз вызвало такое сомнение, я его приубрал. Ну, вот он к ней устремился весь из себя. И все между ними очень интеллигентно. И по вашему представлению, Игорь, нарисовать в масле вот эти мелкие фигурки легче, чем мы бы карандашом их долбали. Ну, конечно. Вы же сами видите. А можете себе представить, сколько бы я долбался карандашом? В лучшем случае, я бы силуэты прорисовал. А они у нас и в тоне. И даже какие-то за счет фактуры содержания, волоснения краски. Вот такое, нежненькое, полюсенькое. Может быть чуть темнее волосики сделать. Может быть между ними свет подзагнать. Вот она шеечку свою прям подняла. Вот так вот, подборедочек подняла. Ну, вот, например. Мы сейчас все расплачем. Нет, это просто сочище. Да.